Сейчас я занимаюсь компанией, называется VARU, у меня вот на майке написано. Мы занимаемся продвижением видеороликов в интернете. У нас в основном все клиенты из Америки, ну или 80% клиентов из Америки, но сервис глобальный. Можете зайти на наш сайт varu.com и там даже от 10 долларов начать промотку любого видеоролика у нас на сайте. Вначале, когда я был в университете, учился, в основном у меня была компания, мы занимались видеоконкурсами для компаний. И каждый конкурс, который мы проводили, у нас там 50-100 различных роликов подавали на участие. И потом клиент нам приходил, говорю, вот мне эти два или три очень ролика понравились, которые выигрышные были, мы хотим их как-то раскрутить в интернете. И проблема в том, что было в это время, это все, как бы само понятие видеорекламы в интернете было 15-30 секунд на ролики, это которые как преролы идут перед видеоконтентом. И не было такого сервиса, который мог бы взять, там не знаю, ролик, которому минуту, там двух минут, на трех минут, такой как бы вирусный ролик, тем более для бренда, и раскрутить его в интернете. Поэтому как бы идея тогда залегла, то, что многие мои клиенты это просили. И потом, когда я переехал в Северную долину буквально вот в конце 2010 года, она как бы у меня была, и я когда встретился со своим бизнес-партнером, ну, как-то со временем она стала более ясной. Мы начали, мы вначале думали, что будем работать только с большими компаниями. Как бы первые деньги были вообще-то от клиента, то есть мы сделали как бы презентацию, начали продавать такой сервис, мы еще не знали, точнее, как мы будем продвигать эти ролики, они не понимали все тонкости нашего бизнеса, которого мы понимаем сегодня. И мы просто начали звонить клиентам и предлагать то, что вот есть такой сервис, а мы можем по умолчам продвинуть ролики. И первый клиент пришел, по-моему, нам 30 тысяч долларов заплатили, и это как бы дало нам какой-то хоть капитал начать этот бизнес. И после этого, не знаю, можно сказать, месяц после мы нашли очень случайно своего первого инвестора, и после этого как бы, ну, после какого-то времени мы начали понимать, что нужно нам больше клиентам, и как бы уже исходя из этого начали как бы прогрессировать с тем, что сейчас есть. Я учился в Бостоне, я учился в университете в Бостоне, и как бы, ну, моя семья, все родители, мы как бы все из России, ну, и семья, все они живут в России. После закончания университета я хотел начать компанию в тех сфере, в тринадцатфере, и Бостон хороший город, там много очень хороших университетов, умных людей, есть небольшая такая, скажем, экосистема даже тех компаний, но в сравнении с Силиконом-Долиной это очень сильно не сравнить, и как бы переехав сюда, тут можно сказать тот же Бостон, в том, что с экосистемой точки зрения, но она где-то, не знаю, двадцать, тридцать, может даже пятьдесят раз больше, то есть отсюда сюда приезжают люди со всего мира начинать от этих компаний, и очень много энергии, очень много, как бы, хорошего таланта, много хороших метров других компаний, то есть, если мне в Бостоне не нужно там встретиться с каким-то там партнером, обычно я бы или ехал в Нью-Йорк, или куда-то бы летел, там, в Лос-Анджелес или куда-то, что мне нравится в Сан-Франциско, что тут очень много компаний находится именно здесь, даже компании там, которые как бывают и глобальные, такие как Рови, которые находятся в других странах, у них даже есть здесь офис, чтобы заниматься именно бизнес-девелбинг, потому что в ТЭК-компании Большая Данальч, это то, что они очень все вместе рядом находятся в Сан-Франциско, слегка на дальней, и буквально можно за полчаса приехать куда-то и договориться насчет сделки. Ну, у нас чуть-чуть уникальная история с этим, с Вайкомбинатором, мы занимались нашим бизнесом, мы начали его в конце 2011 года, то есть он уже, то есть мы с осени 2011, даже до конца самого 2011 года, у нас уже были какие-то там обороты, были какие-то клиенты, мы в начале 2012 года в январе решили сделать такой как self-serve, то есть на самый маленький клиент в 2011 году было там на 20 тысяч долларов, мы решили, окей, давайте сделаем систему более доступной, потому что у нас было много запросов на компании там за 10, за 100 долларов, за 500 долларов, то есть которые мы даже этих клиентов просто говорили, мы вам ничего не можем предлагать, то есть когда у вас будет там, не знаю, 20 тысяч приходить обратно, вот мы решили в январе давайте сделаем такой self-serve, куда вот эти маленькие клиенты могут сами приходить просто и начинать компании, и по-моему в феврале вы ее выпустили, в марте у нас было там, не знаю, 500 человек на этой платформе, мы такие, вау, это супер, это все это будущее, и мы пришли к одному из партнеров, живя в северном долине, мы уже, как бы, у нас были какие-то свои контакты, и нас через знакомых познакомили с одним человеком, который сейчас является партнером по комбинатору, зовут Пол Букай, он создал Gmail, он был, как сказать, он отвечал за технологию в Facebook, и продал туда свою компанию, но еще кроме этого, будучи в Google, он создал Google AdSense, первый прототип Google AdSense, у него очень есть хорошее понимание, вообще, как работают такие вот self-serve ad-serving systems, у него, как одного из первых создателей такой именно системы, самая большая, крупная в мире, у него этого хорошего понятия, то есть мы пришли к нему больше, как, вот мы работаем на такой же, как AdSense, только для видео, можете нам что-нибудь порекомендовать, какой из опыта, чего нам опасаться, на что нам нужно сосредоточиться, если есть какой-то адвайс, и ему очень понравился наш проект, он был, можно сказать, нашим ментором недолгое время, и сказал, мы потом его попросили, потому что мы начали собирать деньги, мы говорим, Пол, провинстируйте в наш проект, и Пол сказал, я обычно инвестирую в аккомпанерские компании, поэтому рекомендую вам поступить на этот бач, и мы подали заявку, потом, ну, как бы нас посмотрели наше application, everything, потом мы попали на интервью, мы пришли на интервью, Побл Кайт был на этом интервью, но там были другие партнеры, прошли интервью, нас как бы приняли. Ну, вообще, как совет, я бы сказал, есть несколько вещей, обычно в аккомпандаторе, если посмотреть на фаундеров, то там фаундеры либо из, как, бакграунд таких больших компаний, то есть Google, Facebook, и они обычно какие-нибудь там rockstars, из этих компаний, которые уходят просто начать свою компанию, потому что это ведет свой, как следующий шаг, карьерный шаг, в основном это молодые ребята, либо это ребята из таких очень хороших университетов, как MIT, Stanford, тоже у них очень есть какой-то такой предпринимательский драйв, или же это какие-то такие предприниматели, которые уже начали 3-4-5 компаний, у них есть какие-то экзиты за спиной, и их принимают в IC, лично я, как бы выпустился из университета, но это более маленький университет, называется Babson, то есть не такой технический, то есть по университетской части я не очень проходил, у меня не было опыта работы ни в Google, ни в Facebook, поэтому я там не подходил, но единственное, что у нас было, большие преимущества, и любому человеку, который поступает туда, это бы рекомендовало сфокусироваться именно на этом, у нас были клиенты, у нас был готовый продукт, и даже были небольшие инвестиции, и это просто показало партнерам, что у нас не просто идея, у нас есть какой-то бизнес, у которого есть какое-то движение, с которым они могут работать, то есть они показали, что мы очень серьезная компания, команда, и мы очень серьезно относимся к нашему проекту, то есть будем работать очень сильно, чтобы сделать его успешным, поэтому если кто-то поступает, как мы, то есть имейте уже продукт готовый, если у вас есть какой-то оборот, это большой плюс, и если у вас есть какой-то рост, даже это оборот, то есть у вас есть визеры и так далее, то это еще больше плюс. У нас все очень хорошо, как бы мы, сейчас небольшая команда, у нас 10 человек, но мы вот за последние 8 месяцев по количеству клиентов, по количеству оборота, мы выросли в 30 раз, то есть это, наверное, очень большое такое достижение, сейчас мы просто, наверное, на несколько следующих 3-4-5 месяцев мы будем фокусироваться на наеме, на работу различных людей, и как бы выстраивать дальше свою команду, потому что со стороны с юзер-аккузейшн, с клиентов, которые приходят на сайт, у нас сейчас больше проблема успевать отвечать людям на имейлы, и успевать как бы отсылать презентацию большим клиентам, чем даже их находить, поэтому, чтобы дальше продолжать свой рост, нужно будет нанимать больше. Когда мы начинали эту компанию, мой бизнес-партнер, у него была своя фирма по разработке сайтов и аппликаций в России, и наши первые работники, первые инженеры, с которыми мы работали, это были из России, поэтому даже до декабря прошлом года наша команда была это все инженеры и я, то есть я занимаюсь как бы больше всего за маркетинг, и поэтому даже до сегодняшнего дня так сложилось, что многие инженеры у нас на команде именно из России из-за того, что они работали с моим кофаундером раньше, и поэтому нам было просто легче с ними работать, и мы эти ребята проверены, хорошие, и нам было легче так поставить команду. Но опять же, у нас небольшая команда, я думаю, что в будущем у нас получится так, что в основном те, кто и даже сегодня у нас, в основном все, кто работает на sales и маркетинг, они больше американского происхождения, а американцы там, а английский это первый их язык, а кто ребята сейчас даже на программировании, на девелопменте, они русские. Но это, наверное, будет в конце более баланс, но все равно это сейчас the way it is. У нас есть умные ребята, даже работаем с очень талантливыми ребятами, как бы, да, то есть с теми ребятами, которые у нас сейчас есть, на команде, которых мы нанимаем, которыми мы проводим интервью, это очень, как бы, ценные работники, и мы, как бы, очень рады даже, что у нас так получилось, можно сказать, по-спортиву, потому что одна из самых больших проблем в Северной долине на сегодняшний день это найти хороших инженеров, и хорошие инженеры из России, лучшие инженеры из России, они очень даже неплохие, они даже очень ценные здесь, и для нас, как бы, имея такой как бы, багграунд, как русские фаундеры, и имея уже каких-то ребят на своей команде, нам это, конечно, очень подфортиво, и что мы сможем, ну, мы можем, как бы, их нанять и работать с ними, но они очень, талантливые ребята, как бы, талант, таланта нету языка, и в России, вообще-то, как бы, хакерами мы славимся, своими, и поэтому, да, как бы, на сегодняшний день, я бы сказал, никто даже так, ну, хакеры русские существуют, но никто не, не активно не нанимает, а есть такая история с Фейсбуком, что когда они только начинали, было 15 человек, какой-то хакер залег на их сайт, поменял все профайл-пикчеры у всех, и вместо того, чтобы там, как-то его начать судить, там, или, не знаю, что-то еще, они его взяли, и мы предложили работу, да, то есть, это очень умные, креативные ребята, и, как бы, мы, мы очень рады, то, что мы сможем, ну, можем работать с многими такими, такими, такими людьми, которые сейчас являются, здраво. У нас в Санкт-Петербурге есть офис, и у нас в Санкт-Петербурге ребята работают, и в основном в Санкт-Петербурге. Да, ну, есть несколько, типа, два типа бизнеса, я бы сказал, или, как венчурные капиталисты любят смотреть на это, все инвесторы, а есть тип бизнеса, как lifestyle бизнес, то есть, там, не знаю, эти кафе, там, магазин, который приносит тебе какую-то определенную прибыль, ты живешь себе неплохо, ну, вот, он приносит тебе какую-то прибыль, и все, и есть такие high growth бизнесы, то есть, бизнесы, которые, ну, стараются сделать такой, можно сказать, миллиардный долларовый бизнес. У нас, да, дела неплохо, у нас есть клиенты, мы, у нас больше такой, прибыльный более проект, но, дело в том, что в нашей индустрии, через несколько, там, через 7, 8, 10 лет, будет один лидер, глобальный, который будет, именно, оценится, у него будут оборудоваться миллиарды долларов, и он будет, как бы, горилла, можно сказать, в этой индустрии. На сегодняшний день этого лидера нет, есть несколько мелких стартапов нашего размера, которые занимаются в этой сфере, и они все растут, и, как бы, будет один победитель. Имея ресурсы финансовые, мы можем больше нанять людей, мы можем быстрее, как бы, многие процессы улучшить, мы можем лучше сделать продукт, и, чисто, честно говоря, чисто из-за этого мы поняли, потому что у нас есть амбиции построить более крупную компанию, и, да, у нас, может быть, хорошо будут и дела, идут, но у нас не цель сделать просто прибыльный проект, у нас цель сделать крупный проект. Не, ну, вообще, ребята, которые, с которыми мы конкурируем, там, из Лондона есть ребята, они, все обидцованы, то есть у них тоже есть инвесторы, меншерные инвесторы, там, есть проекты, в которые уже вложили и по 25 миллионов, и меньше, но, как бы, есть такое ощущение, тем более, когда, общаясь с крупными клиентами, что они не только с тобой говорят, и, как бы, если поговорить с другими экиплярными директорами, у них были, на, как сказать, у них были офферы в больших компаниях купить, но они, как бы, отказались, потому что, они построили более крупный бизнес, поэтому есть такое понятие, что, ребят тоже не хотят завтра продаться, и все, а хотят построить более крупный проект, и, плюс это то, что индустрия очень молодая, а минус то, что, как бы, есть другие люди, кто этим занимается, с этого заработают деньги, но это, как бы, для нас, это хорошо, потому что мы каждый день думаем, как мы можем улучшить наш сервис, что мы можем сделать лучше, по-другому, как можем отличиться, и сейчас оно самое большое отличие, это то, что у наших конкурентов, чтобы начать компанию, они работают только с крупными компаниями, стоит 100 тысяч долларов, то есть, прийти на их сайт, и начать компанию, нужно заплатить им, как бы, или хотя бы подписать контракт, чтобы прокручивать ролик на 100 тысяч долларов, и только тогда они начнут с тобой работать, и, как бы, прокручивать его. У нас 10 долларов стоит начать компанию, то есть, мы открыли такой большой такой шлюз, или даже для более крупных клиентов, и они могут протестировать нашу платформу, убедить, что они получат какие-то определенные результаты, потом начать тратить больше. То есть, у нас чуть-чуть есть отличия свои особо, но, как бы, как бизнес, как в целом, мы знаем, мы все знаем, что существует Google, существует Bing, и, ну, и, как бы, и все, да, то же самое здесь, то есть, будет, может, две, может, три, может, одна такая, крупная компания, а сейчас ее нету, сейчас разговорю с клиентами, они разные платформы пользуются, они просто себя, даже изучают для себя этот рынок, но через, там, пять лет, будет одна такая крупная компания, которая будет доминировать в этом. Они, как бы, поймут, чем, ну, как у нас работает платформа, какие результаты, какую аналитику мы даем, в основном у нас, по-моему, сейчас уже, где-то, около 85%, которые закидывают 10 долларов, возвращаются, и, уже ложат, там, более крупные суммы, то есть, и, я имею в виду, более крупные, там, не 20 долларов, а, там, 200, 300 тысяч долларов, и больше, то есть, для нас это даже подход, как бы, вот, чисто показать, что вот у нас есть такой сервис, он работает, как бы, и это для них, это, как бы, не существует, существенные потенциальные затраты, чтобы понять, хотя бы, что за продукты, как он работает, познакомиться с ним, и поэтому, нам, такой подход, как бы, повлиял на нас позитивно, потому что, мы смогли, завлечь, много людей, и, как бы, как результаты сейчас, наши платформы показывают, то, многие из них, превращаются в драйвер больше, ну, как бы, мы многие вещи делаем, у нас, как бы, несколько типов клиентов, есть бренды, один другой тип клиентов, которыми мы работаем, это, как сказать, movie studios, то есть, это студии по производству фильмов, один из таких клиентов, очень крупный в Голливуде, что мы с ними делаем, это, студия называется, Paramount, мы с ними делаем такую вещь, где они показывают трейлер, и смотрят, кто его закончил смотреть, то есть, мы их чаржим, только, когда кто-то смотрит, более тысячи секунд, но трейлер может быть, две с половиной минуты, и мы смотрим, люди, кто посмотрел его, кто его зашаривал в фейсбуке, кто про него протвитил, после этого, и потом, после того, как мы уже поняли, что это, скорее всего, человек, который заинтересован пойти посмотреть этот фильм, мы используем ретаргетинг, для того, чтобы привлечь этого человека, пойти его посмотреть, то есть, когда показывается трейлер, обычно фильм выходит, там, через две недели, через месяц, что мы делаем, это показываем этот трейлер, и потом начинаем показывать баннеры по всем интернету, где написано, через неделю выходит этот фильм, через пять дней выходит этот фильм, через неделю выходит этот фильм, то есть, человек, увидев этот трейлер, где-то там, в игре, на фейсбуке или на каком-то блоге через нас, они потом начинают видеть рекламу которая напоминает о том, что выходит этот фильм. То есть это один из способов где мы не делаем даже такое видео супервирусное, но мы помогаем фильму или киностудии все-таки продавать эти билеты и привлекать людей, пойти посмотреть их кино. Ну, как бы крупные, конечно, когда попадаются большие контракты, они приносят, конечно, очень много то есть все-таки больших брендов как у Intel и Clorex и там многих других у них очень большие бюджеты, поэтому когда они начинают рекламировать свои ролики через нашу платформу, мы, конечно, хорошо с них зарабатываем, но в то же самое время если бы у нас не было лонгтейл клиентов, то ну, так скажем, одна из проблем в индустрии это то, что существуют компании и во время праздников, там, во время нового года у них очень много рекламы, потому что каждый рекламщик у них свой видеоролик на счет нового года они к ним приходят, говорят, вот мы хотим через вас его прокрутить и у них очень много потом наступает, не знаю, две недели спустя и у них вообще ничего не показывают, потому что они говорят, ну мы уже прокрутили, мы уже потратили свой бюджет у нас нечего больше показывать и у них такие идут циклы, где вот с партнерами, с которыми работают, показывают свои ролики, они просто ничего не показывают и, конечно, никто этим не доволен потому что они с ними проэкономировались, и они говорят, что у нас есть трафик до сих пор, но вам нечего показывать. Их ни партнер, ничего не заработать. У нас эти циклы у нас не так сильно влияют, потому что если когда две недели проходят, и нам нечего показывать после нового года, у нас всегда есть что показывать, потому что у нас есть сейчас где-то 600 клиентов, которые приходят каждый день, а сейчас наши сайты запускают период рекламы, то есть у нас всегда есть какой-то ролик прокрутить, и у нас много раз больше видеоинвентарии, чем у любого другого. Бабсон – это хороший университет, для тех, кто не знает, это маленький университет в Бостоне, undergraduate, где я учился, там где-то 1600 студентов учится на нем, а в MBA где-то 1200. То есть небольшой университет по-американским размерам, но славится своим предпринимательским образованием, очень много предпринимателей в нем учились, из России тоже были такие известные фамилии, как Ходроховский, Вексельберг, там многие интересные такие личности учились. Но вообще, я бы сказал, подход к образованию, там как они себя маркетят, и чем они отличаются от Гарварда, от Принстона, тем, что они говорят, приходя в Бабсон, вы станете или мы вас научим быть предпринимателем. Конечно, странный чуть-чуть подход, потому что как можно научиться стать предпринимателем, если не начинать бизнес, и это дым его обучать. Ну, в Бабсоне есть преимущество того, что профессора, которые преподают, это люди, которые начали какие-то бизнесы. Один из моих профессоров, он уже в Нью-Джерси, улетал на частном самолете раз в неделю преподавать урок. То есть очень богатый человек, чисто ему был кайф работать со студентами, рассказывать про свой опыт, делиться своим опытом и говорить про какие ошибки он сделал. Ну, и я бы сказал, самое большое преимущество, конечно, образования, это люди, с которыми ты знакомишься. Я жил в дорме таком, это в общежитии для предпринимателей, называется E-Tower. Там не все могут жить, то есть это очень отборочное место, там 21 человек живет, там обычно конкурс где-то 40 человек на одно место, то есть очень большой конкурс. И туда принимают ребят, которые очень серьезно относятся к начинанию бизнеса. То есть это ребята, которым 18-19 лет, которые уже сказали все, я буду предпринимателем, буду, не знаю, чем иногда. У некоторых уже есть готовые проекты, но они начали начинать бизнес. И для меня лично было два больших, как бы, открытия, живя в таком общежитии. Раз это было то, что, когда я туда поселился, там возле меня жили ребята, у которых уже бизнес был, у них было больше миллионов долларов оборота. Это ребята, которым 20-21 год, и потом они вообще очень круто заработали. И, как бы, для меня это чуть-чуть поразило, потому что я даже не мог представить, что какие-то студенты в университете могут быть миллионерами. То есть это было довольно-таки круто. Были там ребята, которые, там, друг у меня был, который начал бизнес в 13 лет, хостинговый, и когда он начал учиться в университете, был год у меня младше 18 лет, у него было 15 работников, тоже там был оборот больше миллиона. Я такой, ну, такие всякие вещи меня, конечно, очень поразили и вдохновили верить в себя и верить в то, что можно начать бизнес в любой возраст. И можно все-таки, как бы, сделать какой-то хоть импакт, не имея большого опыта, работая в крупных компаниях, не имея даже очень много образования, не имея MBA. Можно начать прибыльные проекты, можно начать бизнес, можно что-то сделать. И я бы сказал даже, из всего, что я выучил из Бабсона, встретив таких ребят, проживая с ними, где как они работают, я бы сказал, это, наверное, самый большой урок для меня был. Да, нет, как бы, больше, они больше моими друзьями стали, ну, они мои самые лучшие друзья. То есть, когда мы собирали деньги с инвесторов, когда мы искали первых клиентов, когда мы, там, не знаю, какие-то там у меня были идеи по развитию бизнеса, я мог им просто позвонить и говорить, слушай, вот я сейчас я думал, вот так и так сделать, что ты думаешь об этом. И они могли мне дать уже реальный ответ со своего личного опыта, сказать, вот, слушай, я с этим, там, с инвесторами, тем более, то есть, ой, я с этим встречался, я его знаю. И это, типа, они такие очень и не очень хорошие, там, или этот, этот он тебе будет какие-то вопросы спрашивать. А насчет бизнеса, вот мы думаем так и так-то, ну, мы такое-то пробовали, это на нас так поработало, не знаю, может, у вас получится. Это вообще, да, для этого у нас супер идет. То есть, вы сконцентрируетесь на этом проекте, ну, на таком-то, юзере, который еще нечего-нибудь. То есть, больше друзья, то есть, не которыми просто, там, идти и пиво попить и, там, футбол посмотреть, а, которые могут посиделам помочь. И, я бы сказал, когда переехал в Силиконовую долину, Y-комбинатор это, в каком-то смысле, либо что-то, как Силиконовая долина здесь, потому что, тоже, большинство ребят в Y-комбинаторе, имя до 30 лет, и они, как сказать, они, тоже у них такие, очень интересные бэкграунд, в основном все предприниматели, и, в основном, тоже, как бы, имеют такой менталитет. То есть, ничего нас не остановит, и, как бы, мы собираемся делать такие проекты, которые отличаются от всего, что здесь существует на рынке. Да, да, ну, как бы, есть определенные фильтры, которые они используют, но, я просто думаю, что, многие просто думают, что, если у меня есть хорошая идея, я попадаю в аккомбинатор, то у меня все дела идут вверх. Реальность в аккомбинатора в том, что много проектов, которые попадают в аккомбинаторы, они тоже не получаются. Есть, конечно, чемпионы, такие как Дракбокс, как Airbnb, как Yeroku и многие другие компании, Stripe и так далее, которые преуспели очень хорошо, но в то же самое время есть многие, которые не преуспевают. И, пройдя уже через него, смотря на весь опыт, который я получу от него, я бы сказал, что многие люди, которые на него поступают и их не принимают, у них просто идея, не очень сильная команда, и они недостаточно верят в свою личную идею, чтобы даже не попасть. То есть иметь просто какой-то интересный PowerPoint, это недостаточно. А иметь там, не знаю, иметь просто идею не иметь сайта, и быть в то же самое время каким-то программистом, опять же, тоже недостаточно. То есть лучше, если ты серьезно относишься к своему проекту, и у тебя есть не только сайты, есть еще клиенты, есть еще какой-то оборот, ты уже знаешь свой бизнес и понимаешь, то у тебя во много раз больше, конечно, шансов попасть, чисто потому, что они видят сразу на бумаге то, что ты относишься очень серьезно к своему проекту, и оно у тебя будет успешным. И для них они фонд, они как любой другой инвестор, это не университет, в котором ты платишь учиться, а они в тебя инвестируют деньги, и они хотят получить эти деньги во много раз обратно. И поэтому они будут инвестировать в проекты, которые им принесут такую, как бы, такую, как сказать, отдачу. Да, ну это отличается, конечно, человек от человека. У нас были ребята, там пришел человек, у него нет идеи, в каком бизнесе будет заниматься. Я спрашиваю, чем ты до этого занимался? Он говорит, да, я за 50 миллионов долларов продал компанию Глингдин. Я говорю, окей. А там другой мальчик, да, у меня там в моей предыдущей компании 300 человек работало, я ушел оттуда, вот хочу новый проект начать. Я говорю, окей. То есть, принимают. Но таких, у которых опыта хватает, чтобы и без даже рекомендатора приспеть, просто уже настолько сложился хороший бренд у инкубатора, и они настолько хорошо пробовали свой, как сказать, каждый этот банч, что многие уже даже приспевшие предприниматели поступают туда и как бы хотят быть частью этого общества. У меня были... Нет. Ну, я на многими разными проектами работал. То есть, там, не знаю, в школе был президентом, там, в бабсине был, участвовал там, был вице-президентом студенческой организации, участвовал в гитаре и так далее. Это все круто, так скажем, но это даже не... они не смотрят на это так сильно. То есть, проект один-другой, которым я был, кроме, который, можно сказать, успешный, это Kairos Society, я был один из основателей. Это самая крупная организация студентов-предпринимателей в мире. То есть, мы проводим конференцию в Нью-Йорке, в ООН, на New York Stock Exchange, дома у семьи Рокфеллера, дома у семьи Forbes. И у нас были спикеры, как Билл Клинтон, как Ричард Брэнсон, как Билл Гейтс. И, да, это успешный типа проект, но в то же самое время они ищут ребят, которые... они ищут следующих Mark Zuckerberg, они ищут следующих Steve Jobs, следующих Билл Гейтсов. И, если посмотреть на них, то Steve Jobs, он не то, что они закончили сет, он там после первого курса ушел, а Zuckerberg тоже, а Билл Гейтс тоже. Они не были президентами никаких этих университетов, поэтому у них были чуть-чуть другие навыки. Мне кажется, у аккомментатора они очень не считают эти навыки. Это, во-первых, предприимчивый человек, то есть, человек, который ищет какие-то solutions к своим проблемам. То есть, если ты начал несколько других проектов предыдущих, даже если не успешных, это большой плюс. А второе, это, как бы, человек, которого ни с чего не остановит. То есть, есть люди, которые говорят, вот я не умею программировать сайты, мне нужно найти программируется. А есть люди, которые, научусь, типа, мне это не остановит, это мне все равно, у меня есть идея, я ее воплощу. Это они ищут второй тип людей, которые не важны на препятствия, они умеют преодолеть свои проблемы и их воплощать в реальность. То есть, лидерство и, как бы, предыдущие проекты, которые я делал, они мне помогали, я бы сказал, бизнес, который я начал на лидерские какие-то навыки или какие-то эксперименты, которые у меня были. Потому что они знают, что я уже, как бы, не первый раз, это не первая компания, и там многие вещи для меня будут не новыми, а уже, как бы, я могу на автомате больше делать. То есть, они ищут новые навыки предпринимательские. Как бы, не тратить много времени, ну, во-первых, не тратить времени на всяких конференциях. Я эту ошибку бы сделал очень сильно. То есть, я очень любил ходить на разные конференции, встречаться с многими людьми, много говорить про свою идею, но потом ничего не делать. Лучше бы не тратить вообще свое время на конференциях, потому что, в основном, они не помогают, не влияют на рост вашего бизнеса. Второе – это, если есть идея, то воплощать ее в реальность. И этим я имею в виду не сидеть, не делать PowerPoint, не делать Excel, не писать бизнес-планы, а поднять трубку и начать звонить своему первому клиенту. То есть, одна из ошибок, которых я сделал, когда учился в Babson, я бы сказал, наверное, это минус обучения в любом университете. У меня была идея, я сделал хорошую презентацию, написал бизнес-план, я бы поступил даже на конкурс, выиграл там этот конкурс по бизнес-плану. Ну и что? Хорошо, я бы выиграл там, не знаю, какую-то награду мне дали за это, но это мне не помогло привлечь ни одного клиента. То есть, честно говоря, я бы лучше все это время потратил, звоня разным клиентам, продавая свой сервис, чем даже это то, и мне бизнес был много раз круче. То есть, не тратя время на бизнес-планы PowerPoint и Excel, поднимайте трубку, звоните своему первому клиенту, находите первого юзера, потому что он больше повлияет на рост вашего бизнеса, чем любые красивые презентации. И третье, есть хорошее эссе по полграмма, называется Growth, рост, и суть этого эссе, это в том, что полграмм говорит, разница между хорошими, плохими и самыми лучшими стартапами, потому что самые лучшие стартапы, они очень понимают, из-за чего у них растет стартап. И они просто все фокусируются на одну метрику, это рост, там рост юзеров, рост revenue в нашем случае, и они на нее фокусируются, и если у них там с недели на неделю оно что-то не растет, а просто вот так вот правильно идет, то есть они заработали столько же, если на следующей неделе столько же заработали денег, то они, ну хорошие компании, они как бы ищут способы всегда как бы быстрее расти, то есть они нового работника из-за этого нанимают, они нового инженера принимают и начинают зарабатывать новые фичи. Неважно что, все что ты делаешь в своем стартапе должно влиять на рост. Мне кажется, если философию это хорошо понимать, то можно построить очень успешно. Да, нет, я думаю, что иметь менторов это очень умно, разумно, а иметь опытных людей в своей компании очень тоже разумно, умно, то есть с этой точки зрения полностью согласен. То есть я просто говорю, имею в виду в том, что люди приходят на конференции с целью познакомиться или пообщаться с кем-то. А если у вас есть определенная цель, мне нужно пойти поговорить с тем человеком, потому что я не знаю ничего там про ICO, а это самый большой эксперт ICO, мне нужно с ним пообщаться, то идите, реализуйте это в реальность. То есть больше целенаправленное, целенаправленное общение и целенаправленная коммуникация, то это правильно. Иметь менторов, которые помогут, тоже правильно. Ну просто как бы прийти, что-то послушать, оно не сильно влияет на бизнес и на рост. Иметь какого-то ментора, который тебе там поможет решить какие-то проблемы или задачи, это лучше. И иногда конференции, это единственный плюс, это то, что многие люди, я не директора больших компаний, там очень известные люди, они приходят на эти конференции говорить, и то есть ты можешь просто подойти к какому-то очень известному человеку и даже рассказать ему про свой проект и поменяются контактные информации, потом уже встретиться на ланч, и через время может сделать даже его свой ментор. Это единственный плюс, я бы сказал, всех конференций, но в конце концов самое главное в любом стартапе – это рост. И поэтому если юзеры не растут, и ты сидишь на конференции и вместо этого как бы общаешься с клиентами, которые повлияют на твой рост, а конференция не очень, то ты знаешь, что это просто пустые. У нас вообще, на основном, одни из самых таких непонятных клиентов, когда мы начали свой сервис, у нас клиент должен быть бренд, то есть это типа «Корона», «Пепси», «Кока-Кола», то есть это большие клиенты. Они не работают никак. Ты не звонишь в «Кока-Кола» напрямую и говоришь, вот у меня есть такой-то сервис. А если ты пробьешься даже к какому-то маркетинг-департменту, и дойдешь даже на половину правильного человека, то они первые тебе скажут, ой, слушайте, мы с компаниями как ваши не работаем, мы работаем с таким-то агентством, они находят нам таких вот партнеров, они как бы этим занимаются, и они именно для этого занимаются. Идите, поговорите с ними. То есть для нас вообще, наши клиенты, мы хотели бы работать с этими крупными брендами, но мы ходили и работали с их агентствами. И с агентствами, это уже второй момент. Агентства, из-за того, что они работают с очень крупными клиентами, как с самыми крупными брендами в мире, и к ним, наверное, 200-300 компаний что-то такое, в неделю приходят и питчат, все, все, просто там от SEO до реклама на крышке, там, не знаю, на всех этих заправках бензинах. То есть для них, у них очень много приходит питчей, и они обычно их игнорируют в основном. То есть и есть такие даже профессиональные люди, которые дорого стоят, они там свою карьеру построили на том, что они там 20 лет занимаются тем, что продают рекламу именно таким большим брендом. И у них есть вот это все контакты из больших агентств. Они приходят и им делают презентации, как бы, что делать. И будучи командой из двух людей, не имея никаких контактов ни в одном агентстве, мы смогли каким-то образом делать этот бизнес. И, честно говоря, это был интересный для меня опыт, потому что мы сделали презентацию, у нас еще не был готов продукт. Мы сделали презентацию, я поднял трубку, начал звонить первым брендам, потом узнал, что это их агентства отвечают, потом начал изучать все эти агентства. И звоню людям, там, секретаршу, надо как-то умно сказать, что это секретарша, чтобы она тебя пропустила к правильному человеку. Ты достаешь правильного человека, а он очень занят, а он вообще никогда не отвечает на трубку свою телефона. Ты окей. Оставляешь ему месседж, находишь его email, или тогда, например, какой-нибудь email, там просто фоллоуапишь с ним, и так делаешь в течение недели, и в пятницу, может быть, его поймаешь. И он уже тогда говорит, блин, перестань мне звонить, короче. Ты ему говоришь, у меня так вот сервисом занимаюсь, можно я пришлю вам презентацию, мне перестанешь звонить тогда? И ты ему говоришь, ну да, тогда я, наверное, когда, может быть, перестану, а можно через неделю позвонить, а лучше не звонить, перестань мне презентацией. И, серьезно, я раз в двадцать так и сделал, меня уже там ненавидели. Но потом нам пришел клиент, говорит, вот у меня видео, нужно его раскрутить, вот вам 30 тысяч долларов. И мы такие, окей. То есть, да, может быть, не самая лучшая тактика, может быть, не самый лучший способ, но я как бы верил в свою идею, верил, что смогу достичь этих людей многих, завлечь, и не сталкивался на том, что там ни на каких-то территориях, не спрашиваешь на то, что они не отвечали на мои voice mail. И это открыло много дверей, потому что, ну, есть нормальные люди, как бы даже многие, которые с этими брендами работают, которые готовы помочь, дать тебе шанс. И у нас были такие контракты очень крупные, крупных брендов. Очень даже быстро я рассказал. И рассказываю эту историю другим предпринимателям, которые работали в индустрии. Они удивляются, насколько быстро нам некоторые большие, крупные контакты пришли. Чисто потому, что они знают, что этот процесс может занять год, два, три. Ну, не останавливаться, просто пробовать разные различные вещи. В любом бизнесе, ну, не в любом бизнесе, но, я бы сказал, в нашем бизнесе самое большое преимущество, которое у нас есть, которое у меня есть, когда я нанимаю человека на работу, который будет заниматься продажами с брендами, я знаю, какие вопросы ему задавать, я знаю, что работает, что не работает. Как бы я знаю этот процесс, работать с агентствами хотя бы от начала до конца. Вот, и поэтому мне легче, конечно, будущие люди, которые занимаются продажами, все могут хорошо себя продавать во время интервью, но имея уже какой-то опыт личный, я могу уже им задавать правильные вопросы. И, как бы, мы строили этот продукт, то есть мой кофандер строил продукт, я занимался продажами, и, как бы, я знаю, что наши клиенты хотят, мы могли это строить, и потом мы знали, что им нравится, что им не нравится, и, имея такой, как бы, мой личный контакт с ними постоянно, я мог понимать, что лучше нам улучшить, что нам лучше, как бы, подкрутить там. То есть, да, мы знали все плюсы и минусы. нашего собственного сервиса, как мы подходим к компетишену, и это очень помогает. А, да, конечно, конечно. И, ну, мы ожидали, что, да, я не знал, насколько, я просто даже не знал, что им 300 человек звонят, таких, как я. 300 человек им пишут имейлы, и потом все, они просто там, не знаю, два-три раза так сделают и перестают. Очень малый процент из них, которые будут им звонить там вообще, вот, каждый день в одно и то же время, во время ланча, когда они, единственный час, когда они свободны. То есть, как бы, ну, это одна из этих, как бы, одна из историй. Я также летал там на конференцию, там носил майку, и было написано не на Вайру, а не до миллион views, то есть, нужно там миллион просмотров. И ко мне люди подходят, такие, блин, слушай, у меня есть видео, там, для ИТНТ, для нашего клиента, мне нужно его промотить. Вы можете мне помочь? Конечно. Ну, давайте воплотим это в реальность. Вот. То есть, есть много разных способов, просто, если есть цель какая-то определенная, то надо это, как бы, принимать то, что у вас будут какие-то проблемы, что будут какие-то ямы, какие-то там кочки по пути. И, ну, это, как бы, часть этого всего. И для меня лично это было больше, как, как сказать, как больше страсти мне придало, потому что это все равно, что, ну, в драке, если стоишь, и тебя кто-то бьет, бьет, и тебя больше вздохи собирается, да, то есть, ты так же звонишь, звонишь, и тебе нет, нет, я так вот, блин, и ты уже звонишь к человеку, и уже такой вот, человек, нифига себе, блин, либо они его продадут мне, либо, я не знаю, либо мне у меня телефон, или уходить с этой работы, потому что он не перестанет звонить. То есть, да, ты создаешь, такой, как бы, для себя цели, так идешь к ней, очень стремишься, и тогда тебе получится. То есть, есть разные способы, конечно, на сегодняшний день. Нам легче, нам... Сейчас я объяснял уже в начале интервью, мы уже, как бы, растем быстро, у нас уже какая-то определенная репутация, мы работаем с определенными брендами, к тому же, все люди там сами себя, как бы, рефер, да, то есть, нам звонят, там, из Голливуда студии, там, крупные, с нами, там, напрямую обращаются, говорят, слушайте, мы хотим с вами работать. Там, я иду с президентом агентства обедать в понедельник, который работает с Clorox, с Gap, еще, по-моему, с Intel. То есть, ну, очень крупные люди, очень крупные клиенты, и мы уже на таком сайте, где они теперь заинтересованы в нас, теперь они хотят сами работать, а когда мы начинали, там, по 3 года назад, никто нас не знал, никто не будет заинтересован в наших сервисах, не потому что даже он им не нужен был, а потому что просто у них, таких как мы, очень много, вот. Ну, в конце концов, если вы верите, то, что у вас сервис по-настоящему решают какую-то проблему, есть цель добиться всего, то всего можно добиться, если нужно, чтобы было желание. Для, именно для агентств? Да, для клиентов своих. Ну, агентства там разные, как бы, они обычно, ну, они, во-первых, агентства – это такие очень узкие вещи, то есть, как сказать, роль агентства – это то, что у них есть какая-то компания, которую они предлагают клиенту. Обычно эта компания не просто там создать видео, его раскрутить через Вару, а мы создадим такое-то видео, там будет какая-то большая компания, то есть, сейчас есть компания, называется «100 flowers» в Америке, которые по доставке цветов, они стали очень крупно, они теперь доставляют, можно сказать, все, то есть, все разные подарки. Они сделали недавно партнерство с Facebook, где во время дня рождения можно кому-то отсылать подарок через Facebook, то есть, можно физический подарок, там, не знаю, цветы, конфеты, даже можно отсылать, там, по-моему, там, пиво или что-то такое. Интересно, подарки можно людям на день рождения сылать, не зная их адреса, просто покупаешь через Facebook, они потом сами заставляют свой адрес, и они приходят. Вот, это компания «100 flowers». Ихни агентства теперь делают, потому что они такое «sharing», да, «sharing is caring», или «giving gifts just because». Ихни агентства теперь делают такую целую компанию, про это партнерство и то, что нужно друзьям дарить подарки просто так. Вот, и они там видео делают, они баннеры делают. У них очень большой спенд, и, наверное, там клиенты берут, там, не знаю, миллионы-миллионы долларов за это все, и наша роль, она будет очень маленькая из этого всего спенда. Понимать то, что у них такая будет глобальная компания, и где мы в нее входим, и как мы можем помочь нашим сервисам так, чтобы вот это все заинтегрировать и сделать это более эффективным, like, понимать это, это очень важно. Второе, понимать то, что агентство работает с этим клиентом, то есть ваш клиент – это агентство, и как… у них есть определенные презентации, которые они показывают клиенту, у них есть определенные, там, метрики, там, аналитики и так далее, которые они будут показывать своему клиенту, то есть они говорят, у нас столько было просмотров и так далее. Знать, что они именно хотят показать – это тоже очень важно. То есть нужно не стесняться, спрашивать, что, какая у них вообще глобальная цель, что, какие метрики хотят показать клиенту, если это пока, ну, если это все понимать, потом просто представить и сказать, ну, смотрите, наш сервис, он может заинтегрировать все в вашу компанию, то есть в нашем случае мы можем не только показать видео, но также можем людям, которые посмотрели его, потом показывать им эти баннеры, потом их привести к ним на сайт, помочь кому-то купить что-то. Вот, это все понимаете, где ваш сервис, как он может с другими ихними ongoing campaign activities работать – это очень важно. А раз и два, если там, ну, если клиент, у него есть определенная аналитика, которую он хочет получить в конце компании, и ваш сервис ты ему можешь предоставить, то это тоже делать более как бы интересным ваш сервис для агентства. Вот, то есть, да, агентства такие интересные все-таки клиент, каждая компания очень сильно отличается от другой. У нас были клиенты, которые говорили, у нас там просмотры – это не самое главное, самое главное, сколько купонов загрузят, там, окей, другая компания. Нам вообще на все наплевать, нам нужны просто просмотры, мы даже не хотим там никакую демографику, мы хотим просто показать, что клиенту, что у нас было вирусное видео. А другие приходят и говорят, нам вообще на просмотры наплевать, мы хотим, чтобы 20 тысяч там девочек от 14 до 17 посмотрели это видео. То есть, от клиента, от компании рекламенты очень меняются, и поэтому каждый раз, когда мы разговариваем с крупными клиентами, мы всегда просим, что за компания, мы как бы хотим больше и больше всего информации, потом мы уже представляем презентацию, которая уже определенно не только говорит, вот мы этим занимаемся, а мы этим занимаемся, вы занимаетесь этим, и вот так вот мы можем работать вместе, так мы можем прийти к достижению вашей цели. Я бы сказал, самое главное – это верить в себя, верить в свою идею, понимать, где ваши идут клиенты, понимать, какой у вас рост. Я бы сказал, единственное, многие спрашивают, что вы сделали правильно в Аруле, почему вы подняли так много инвестиций, как вы попали в АйКомбинатор. То есть, мы подняли на сегодняшний день больше инвестиций на Сид Раунде, чем любая другая комбинаторская компания за всю историю АйКомбинатора. И, честно говоря, реальность этого всего – это очень простая. Когда мы поступали в АйКомбинатор, у нас был готовый продукт, были клиенты, были какие-то обороты, и когда мы пришли, мы показали, чем мы занимаемся, они могли понять, могли понять, как это может стать большим бизнесом, и знали, что мы знаем все, что можно знать в нашей индустрии, в нашем сервисе, потому что у нас уже был готовый бизнес. Когда мы выпускались из АйКомбинатора, что мы сделали за лето – мы посмотрели, как нам приходит юзер, то есть клиент, сколько нам стоит его заманить на сайт, и сколько мы с него зарабатываем. Если есть хорошая равносценность, сколько мы можем потратить? Очень много клиентов. То есть, когда мы пришли на Домодель, это в конце АйКомбинатора, когда все инвесторы приходят смотреть на все проекты, в которых есть бачи, мы на Домодель вышли и показывали, вот мы столько-то заработали. У нас был очень красивый график, и это очень всех как бы приманило, потому что они видели, что у нас есть настоящие клиенты, которые тратят деньги и пользуются нашим сервисом. И я, честно говоря, поразился чуть-чуть, потому что в будущем АйКомбинаторе очень много умных людей всего, но не все понимали, не все были сфокусированы на росте, именно на росте оборотов, так как мы были, и не все понимали юзера, как вас очень дал. То есть, понять, как вы собираетесь заманивать рекламодателей на ваш сервис, или в нашем случае рекламодателей, в вашем случае клиентов и юзеров, и сколько это вам будет стоить, сколько вы сможете с них зарабатывать, очень важно понять, и это очень может хорошо повлиять на ваш бизнес.